Привет, непрофессионалы и дилетанты. Меня зовут Александр Бубнов. Мы продолжаем тренировать Уфу. Ну и у нас на очереди игра с Байером. Ответная игра первая в Уфе закончилась 0-0. Ну, в гостях нам нужно забивать и, собственно, выигрывать следующий матч. Ну, я думаю, что это будет непросто. Байер может быть не такая великая команда, да, как ПСЖ. Ну, в плане великое. Нет, неправильно подобрал слово. По составу не такая мощная, как ПСЖ, но, тем не менее, от этого не менее опасная. Посещаем пресс-конференцию. Я думаю, что мы хорошо подготовились к матчу, уверены в результате. Как вы считаете, сумеет ли Ярке Буланс и Дахмет восстановиться? Но через два дня вернется в строй, но его нет смысла напрягать. Степень готовности мы оцениваем непосредственно перед матчем. Ходят слухи, чтобы вы хотели, чтобы Зинчатка перешел. Ну, за Зинчатка просят 100 миллионов. Если нам выделят такие деньги, мы, может быть, и оформим. Но я скажу так, что не хочу сегодня делиться трансферными планами. Ну, что, мы уже в Леверкузине. Соперник готов сыграть. И мы видим, что мы тоже не лыком шиты. Мы можем хорошо сыграть. Вот, и я скажу так, что идите вперед и создайте сопернику проблемы, если вас считают аутсайдерами, да. Кай Хаверц. Ну, вы видите, что они довольно побитые. Шокери, вообще без игровой практики. Вот, поэтому, в принципе, тут можно и нужно с ребятами, с этими играть. Ну, к концу матча они должны подсесть. То есть у них Джонатан Та, видимо, был травмирован. Только-только вернулся в основу, да. Паулиньо, центральный полузащитник играет на позиции центрального защитника. Ну, то есть у них есть проблемы определенные с составом, да. Вот у них ЛВД играл в прошлой игре, центр обороны, да. Но он, видимо, устал в последней игре, да. Паулиньо 20 лет. У них два Паулиньо. Один центральный защитник, другой полузащитник, да. Это, конечно, интересно. Наплодили Паулиньо. Ну, полный стадион в таких условиях играть, я уже говорил, очень-очень приятно, когда полный стадион, когда... Ну, даже если болеют за соперников, но все равно атмосфера здесь очень приятная. И когда там у нас стадионы не строят, я всегда говорю, что стадион будет уже хорошо. Но надо, чтобы все было продумано с финансовой точки зрения, кто этот стадион будет содержать, да. Когда, потому что понастроили стадионов по Саранскому, по Волгоградам, да, команд, способных обеспечить, да, играть на этих стадионах, там нет. Именно, ох, Оливье Тиль бьет здорово. Команд нет, которые могли бы на этих стадионах выступать, да, и оплачивать, самое главное, аренду, коммунальные услуги и все такое. То есть это тоже нужно было предусмотреть, прежде чем там стадионы строить, да. Вот, и сейчас у нас много клубов, они просто, ну, скажем, Калининград, да, тоже там со стадионом проблемы. Волгоград, Саранск, это клубы, ну, которым нужно, значит, как-то материально помогать из бюджета, если у них эти стадионы есть, чтобы они хотя бы на них играть могли. Они, скажем, чтобы стадион этот не простаивал, что-то там делать нужно регулярно. Матчи сборных этого недостаточно. На Долчару играет с Шанбиевым, Тиль, Гарсия Прокопио. Ну, пока Иркош травмирован, Прокоп у нас основной форвард, да. По Улинию играет с Вратаревым. Ну, вот здесь мы видим, что Секе убегает, бьет, справляется Белинов. Шакирис ходу пробить не сумел, но Саша Белинов сейчас тоже вступает в игру. Уже однажды вратарь Байера спас свою команду, сейчас Белинов спас. Ну, и Гарсия, ну, просто Гарсия у нас есть. Есть Гарсия Прокопио, это разные игроки. Оливиерин, ну, слишком просто пошел в обыгрыш. Такое на высоком уровне против Ливеркузина не пройдет. Это в чемпионате России такое может пройти. А с Байером нет. С Байером тут надо играть более хитро, да. Ну, вот Зинченко сохранил владение. Ну, надо создавать моменты, надо забивать, пока этого не происходит. Пока наша команда, ну, скажем, проваливается, да, в этой игре в плане атаки. Ничего не может сконструировать. Гарсия Прокопио, ну, вот его шанс. Хороший пас, Оливиерин. Вот еще один момент и очень неплохой. По большому счету Уфи надо забивать. Забивать много. И это уже будет нам в плюс, да. То есть, если мы забьем один, Байеру надо будет забивать два. А это уже сложная задача. Вот. Поэтому тут надо забивать. Просто использовать те шансы, которые есть. Шансы-то есть. Но вот Оливиере не хватило немножко завершения, чтобы решить эпизод. Ну, у него завершение, кстати, 11. Не такое уж плохое. И, в принципе, решить вот этот вот выход один на один, ну, он мог. Но, с другой стороны, там и не 17. Вот. И поэтому требовать, что он каждый такой момент будет забивать, тем более в своем возрасте, это неправильно. Шанбиев идет на обострение. Шамсыдин ошибается в передаче. Ну, вот Коля Рассказов дисквалифицирован. Поэтому играет Шамсыдин Шанбиев. И вот здесь будет опасный момент. Белинов тоже в игре. Вратари хороши. Что Городецкий, что Белинов. Ну, вот. Поэтому. А у нас Рассказов еще же травму получил. Он дисквалификацию отбыл. А вот травму он получил позже, да. И вот поэтому не принимает участие в играх. И Шамсыдину Шанбиеву приходится за себя и за того парня бегать и в чемпионате. И здесь. В Лиге Чемпионов. Ну, он рад, конечно, предоставленному опыту. Но видно, что ему тяжело на этом уровне что-то показывать. Оливьери. Хороший заброс. Прокопио. Ну, вот. От Ганца и Прокопио я требую забивать такие. Вот. Ганца и Прокопио такие моменты должны реализовывать. Потому что он пока Сейдахмету проигрывает конкуренцию. Сейчас Сейдахмет не играет из-за травмы. Но иди доказывай, что ты достоин. Ты не доказал. И все. И знаешь как. Ну, у Прокопио хорошее завершение. То есть там не 11, там намного выше. И уже такие шансы решать надо. И Шакирин оказывает. 1-0 под занавес первого тайма. Байер выходит вперед. Ну, это. К этому все шло. Потому что, когда шансы убойные у команды есть, она их не забивает. Ну, вот соперник отвечает. Причем удар не очень. Ну, как сказать. Шакири просто мастер. Ему не надо там много этого всего. Он получил, пробил. Ну, вот Ганца и Прокопио. 16 завершений атаки. Ну, как можно не забить? У Шакири сколько? У Шакири 11. Ну, он забивает. А Прокоп не забивает. Хотя там проще простого. Проще простого. Иди и завершай. Нет, понимаешь, начинают заниматься ерундой. Хорошие, хорошие такие возможности имеют. И так бездарно ими пользуются. Прокопио. Хороший пас. Оливьерин. Ну, что так долго, Оливьерин? Ёлки-палки. Ну, быстрее принимай решение. Он начинает там ковыряется. Думает 3 часа. Удач, штанга, Ильич. Ну, как можно здесь не забить? Ну, ёлки-палки. Это катастрофа. Это катастрофа просто. Уфа играет сильнее, чем Байер. Но завершающая стадия, завершающая стадия, это то, за чем играет футбол. Это голы. Если вы голов забивать не будете, если вы голов забивать не будете, то до свидания, Лига Чемпионов. Это такой турнир, где нужна реализация сумасшедшая. Оливьерин здорово с Прокопом играет. Зинченко. Ну, тут уже кроют соперники. Прокоп, Тиль, ну что ж ты во вратаря-то лупишь? Это катастрофа какая-то. Просто я не знаю. Ну, вы в футбол. Вот просто подумайте немножко, да? Маленький вратарь стоит, и огромные ворота. И вы все лупите в него. Сейчас опять там жёра назаряется. Какой Градецкий молодец. Чё он молодец-то? Ну, если вы в него бьёте. Чё он молодец? Чё он, уворачиваться, что ли, будет? Да не будет. Если нападающие так бездарно себя ведут и не могут забить простейший шанс. Ну, ёлки-палки, чё делать-то? Это кошмар. Это просто кошмар и катастрофа. Браим Диас выйдет вместо Гарсии. Вот так вот мы их поменяем. Нам сейчас нужно обострение. Нужна игра. Пенье. Вместо ЗИД чётко появится. Это кошмар, Крест. То, что я наблюдаю. Сейчас. Это не игра в футбол. Самое главное в футболе реализация. Ты можешь много моментов не создавать. Но ты должен реализовывать те, которые создаёшь. И когда ты столько создаёшь. Ну, это просто безобразие. Если ты не можешь их забить. Эньо, назад на вратаря. Ну, не надо вот здесь возить. Надо вперёд играть. Эньо, пошёл. Молодец. Свежий. На скорости. Ну, что ты тормозишься? Оливьерин. Ну, ёлки-палки. Там были лучше шансы продолжить эту атаку. В результате они не сумели это сделать. Ну, обосрались. Обосрались. Тут слов других просто нету. Столько шансов иметь. Столько моментов иметь. Столько возможностей. Иди только и забей. Нет, что один залупит во вратаря. Что другой залупит во вратаря. Не надо во вратаря. И огромные ворота перед вами. Огромные. Просто попади в них и всё. Здесь Вендал добежит. Здесь он уже добежит. Городецкий. Вынес. Ну, молодец Шанбиев. Из-за спины выскочил. Здорово. Эньо, решай. Решай, родной. Ну, что опять во вратаря-то? Ну, повыше подними мяч. Ёлки-палки. Ну, сколько можно уже. Сколько можно уже бить в этого Городецкого. Ну, пробейте рядышком с ним. Ну, профессионалы же, мастера все. Эньо, 13 в завершении атаки. Вышел один на один. Ну, пробей, перебрось, перекинь его. Мастерство-то есть. Ну, ещё бы ты здесь прокоп бы не забил. Ещё бы здесь бы попал во вратаря. Я не знаю бы тогда. Я бы тебе голову прямо там открутил бы. В этой штрафной. Ну, как так можно? Смотри, вот здесь. Пас прошёл. Ну, если бы здесь ты ещё не в ворота бы пробил. Я бы вообще... Я не знаю, что бы сделал. Потому что, ну, так бездарно и безобразно сыграть. Это, конечно, ну... Для меня это безобразная игра сегодня. Потому что главное завершение атаки. Если вы создаёте моменты, ну, вы завершайте, забивайте. Браим, да что опять ты во вратаря-то бьёшь? Диас! Ну, огромные ворота стоят. Никто тебе не мешает. Я понимаю, 10 соперников бы у тебя на плечах бы висело. Никто не мешает. Спокойно бей, забивай. Нет, он начинает там водиться и бить во вратаря. Ну, как так можно? Как так можно? И опять отдали бяч сопернику. Ботвик Джексон, молодец. Хорошо сыграно. Эньо с Ильичом хорошо играет. Шанбиев. Забрасывай вперёд. Хорошо на Эньо. Простреливай. И решай. Оливьери. Ну, молодец. Всё-таки со второго раза забил. Алисадро Оливьери. И мы сейчас вместо Тиля выпускаем Данечку Уткина. Сейчас уже потому, что надо более оборонительные вряды использовать. У Тиля 9-10 опёка от Бору. Уткин получше там Данил в этом отношении. У него 11-11. Ну, он понадёжнее должен опекать наших соперников. Но в целом, в целом, Байер нам уступил. И должен был уступиться разгромным счётом. Просто под тем шансом, которые ребята создавали. Вот просто под тем шансом и под тем возможностям, которые были. Белинов, жёлтая карточка. Ёлки-палки. Ну, это, конечно, тревожный момент. Руками, видимо, сыграл за пределами штрафной. Но уже потому, что там Байер начинает поджимать. И, смотрите, им 5 минут добавили, чтобы они нас победили. Вот так вот судьи работают. Домашнее судейство это называется. Надылчану выиграл верх. Важный эпизод. Но здесь надо бороться за мяч. Ильич, здесь тоже вернуться. Вернуться Оливьере. Ну, Оливьере вот не вернулся. И Крамарич забил. Ещё 5 минут. Ещё 5 минут. Это страшно. Реализация хорошая у соперника. Даже в том моменте с Оливьери, да, когда он завершал. Он сначала штангу пробил, только потом добил. Вот здесь Бортвик Джексон чем занимался? Ну, чем занимался Бортвик Джексон? Так же нельзя. Уткин. Даня, ну, почти забил. Мне даже показалось там с некоторых ракурсов, что Данечка там забивает. Ну, вот момент возле наших ворот, да. Опять, опять прижимаемся. Не надо прижиматься. Сто раз говорил. Идите вперёд. Пусть они прижимаются к своим воротам. Вы-то не прижимайтесь. Вам это не надо. Нет, они раз за разом всё там прижимаются. Вот куда я её вынес? Рокоп, борись. Борись за этот мяч с Вайзера. Молодец. Пошёл теперь. Хорошо, Оливьере, решай. Умничка. Вот это достойное завершение. И уже наконец-то стали забивать. Наконец-то стали решать. Вот это, вот это Оливьере завершение. Вот это красавец. Всё. Сейчас, ну, два гола они уже за такое время не забьют. И важно именно то, что победа в гостях. Это важно. Оливьере взял и пробил. Ну, идеально ударил. Идеально ударил красавец. Вратарь не удел. И это пятёрка. Чё тут сказать? Вот когда так играет футболист группы атаки, да, это пять. Чё, я придираться, что ли, буду? Я не буду придираться. Если игрок действительно показывает уровень, я не буду придираться. Всё. Победа 3-2. В полуфинал Лиги Чемпионов выходит Уфа. Полуфинал. И это, конечно, здорово. Ну, вот залог успеха, то, что мы в первом матче сыграли на ноль. Вы перевернули ход матча. Я, конечно, в Абе очень доволен. Сыграли здорово. Сыграли здорово. Но по статистике мы превзошли. Байер по технико-тактическим действиям, по точности передач. У Байера 71%. У нас 74%. Но технико-тактических действий они больше сделали. Это, конечно, факт. Но, тем не менее, мы сумели многое изменить. Кстати, у них с выходом-то они по верховым единоборствам стали лучше, соответственно. То есть они больше выигрывают верховые единоборства. В отборах они очень хороши. Но это вот мы уже видели, да. Но, тем не менее, по владению 50 на 50 явные голевые моменты 2-4. И по статистике мы выглядели намного лучше. И поэтому заслужили пройти дальше. Ребята молодцы. Тут слов нет. В итоге дальше проходит Уфа, Атлетика, Челси и Наполи. Но в этой ситуации, конечно, попасть на Наполи было бы неплохо. Было бы неплохо. Но с учетом того, что мы ПСЖ прошли из оставшихся команд, обыграть мы можем любых. И Челси можем обыграть, и Наполи, и Атлетика. Поэтому здесь вопросов нет. И, по-моему, на групповом этапе мы... Мы же с Атлетика в группе были, да? Да, мы Атлетика 2-0 обыгрывали дома. В гостях 0-1, правда, проиграли. Но я говорил о том, что, в принципе, для нас Атлетика это непреодолимый тоже соперник. Мы с ними на равных играли в группе. А сейчас мы еще и усилились с помощью Оливьери. Ну, Челси, может быть, да. Вот сейчас сильнее всех выглядит именно Челси. Но все-таки, я думаю, что при желании можно и с ними сладить. По составу Челси и, например, Парис Сен-Жермен. Команды, которые, ну, где-то рядом. То есть нельзя сказать, что там Челси. У них еще и Азарт травмирован. Поэтому, в принципе, я думаю, что мы сможем, в случае чего, и с Челси тоже сладить. Наша любимая пресс-конференция. Саша Авдеев. Сказка. Да какая сказка! Какая сказка! Ёлки-палки. Это не сказка, это работа. Я уже говорил. Решение Арбитра добавить так много времени. Ну, я скажу так, что... Мы должны спросить об этом Арбитра. Радик Егоров, наш любимый. Команда получил несколько горчичников. Ну, я скажу так, что... Они проявили желание биться за команду в этом матче. Ну, вторых горчичников никто не получил, поэтому нормально. Ну, Шакири хорошо сыграл, это мастер. С кем бы вы хотели сыграть в следующем? Да ни с кем бы я не хотел бы сыграть. Они все для меня равные. Ну, и у нас Жеребьевка. Атлетика. Челси. Уфа. Наполи. Слушайте, ну... Наполи... Наполи мы вполне можем пройти. Наполи мы вполне можем пройти, если изучить их состав. Ну, конечно, состав хороший. Там есть и Кулебали, да. Там есть и Маркович Святозар. Очень перспективный молодой игрок. Бернат. Но по составу Наполи, я думаю, сильнее, конечно, чем Байер. Но все-таки мы тоже не пальцем деланы, да. И видно сразу, что у Наполи, вот буквально, статовый состав, да. Три игрока Повалиньяк, хорватский правый защитник, Петр Зелинский и Дрис Мертанс. Вот они ротационные, да. Ну, иногда Марио Руи с Ивана де Винченце появляются, да. Остальные все... Ну, то есть у них один состав. Есть вероятность, что мы за счет, скажем так, за счет грамотной ротации мы их сможем одолеть. Ну, есть такая вероятность, потому что, да, по игрокам и по мастерству они сильнее. Но мы умеем ротировать наш состав. И здесь у нас есть преимущество в этом отношении. Мы в Санкт-Петербурге, готовы сыграть с Зенитом. Ну, у Зенита бьютинг травмирован, так что все шансы на победу, я думаю, что у нас будут. Ну, скажем так, что мы не просто так фавориты, выйдете на поле, не оставьте никаких сомнений. Ну, Фа уже в матчах с Зенитом фаворит. Ну, и я думаю, что Энью может вести свою команду с собой. Как готовиться к матчу мы уже знаем. Вот поэтому не надо тут из этого трагедию делать. Мы плюс на хороших моральных настроях сейчас находимся, потому что команда победила, прошла Байер. Это большое достижение для российского футбола. Мы сейчас единственный клуб, который в Европе борется за страну. Жаазинья подает у Рутия, снимает верх. И вот здесь две уси может со зворота бить, но накрыли этот удар. Наши защитники все хорошо. Жаазинья подает. Чернов уверенно на выходе играет. Не дает соперникам никаких шансов. Впас на Зинченко, здесь Энью на скорости. Ой, как здорово, Иркош! Вот это красавец! Вот Прокопио это покажите. Как Иркош может забивать. Да, это машина голевая. Потому что Иркош, вот он в таких эпизодах, как правило, бьет точно в угол. Ни во вратаря, никуда не будет. Но здесь у Лунёва никаких шансов достать не было. Потому что удар идеально нанесен. И Энью идеальная передача. И Иркош воспользовался то, что там, видать, кто это? Мивля, наверное, бежал. Ну, Мивля-то медленный. Чего от него убежать? Так как, знаешь, вот, ускорение 10. От него убежать, как от человека на инвалидной коляске, на костылях для Иркоша. Хотя Иркош не самый, ну, 15-16 этого хватает по скорости, чтобы быть значительно быстрее. Значительно быстрее, чем Мивля. Вот. И он этим пользуется. Он этим пользуется. Пареда стревожен. Видимо, стревожен, что опять ПСЖ отправят. А там его все возненавидят. Оливье Тиль исполняет штрафной. Плохо попал в стенку. Но Энью подхватывает мяч. Энью не хуже Тиля может дирижировать атаками. Шанбиев, который сейчас в Лиге Чемпионов играет, уже, можно сказать, закрепился в качестве одного из основных игроков. Пока Рассказов травмирован. Он так Шанбиев свои шансы получает. Браим Диас бьет, но Лунев справляется. Ну, здесь удар, опять же, в ту зону, где Лунев стоял. Хоть он и был сильный, но Лунев же не может увернуться. Так же, как и вот этот удар. Это вратарь квалифицированный. Он такие удары пропускать не будет. Нужно как Яркош вот исполнять. Тогда голкипер окажется, так скажем, бессилен в этих эпизодах. Поэтому надо продолжать. Надо играть, давить. Уткин играет на Урутию. Ильич, Урутия. Урутия хорошее приобретение. Себя проявляет надежным футболистом. И, собственно, это то, что от него нам и надо. Сейдахмед, красавец. И снова Эньо. Какой пас выдает? А Яркош, он от медленных защитников убегает. И забивает, забивает, забивает. Вот это вот тот Яркош, который нам нужен. И хоть он и после травмы, да, но уже готовился, занимался. Идеальный пас от Эньо. Идеальное завершение от Яркоша. Удар не во вратаря. Да, и сразу проблемы там у Зенита начинаются. Если бить в Лунева, то, конечно, вот ошибся. Кто? Кто это? Кто это? Трудно нажать. Но это, судя по оценке, снова Мивля не добежал. И это неудивительно. Таких, вот таких второсортных легионеров в нашем чемпионате, тем более в клубе, который считается топовым, да, Зенит. В таком клубе, как Зенит, не должно быть. Никаких Мивлей, никаких там второсортных вот этих вот легионеров, да. Ну, Мамана, ладно, нормально, там, Паредес нормально, Дреусин нормально, да. Но же Азиньо здесь, ну, 32 года уже тоже. Не должно быть таких. В 32 года занимать место российских игроков. Это, конечно, ужасно. Поэтому, либо это должны быть в расцвете лет, что называется, да. Халк вот был, Вицель, Промес. Вот это вот легионеры, да. Рандон был в свое время в том же Зените. Этот Гарай, да. Ну, хорошие по качеству люди. Саид Ахмед еще и Голевую отдает, и Оливье Тиль забивает. 3-0. Ну, после Лиги чемпионов, я говорил, ребята сейчас в такой форме, что они раскатывают российские команды просто закрытыми глазами. Хотя, Зенит, ну, это наш ближайший преследователь, можно сказать. Вторая по силе сейчас команда в нашем чемпионате после Уфы. Вот. И она ничего не может сделать, потому что, ну, во-первых, у них подбор игроков хуже, чем у нас. Во-вторых, просто-напросто мы сейчас в таком тонусе европейском находимся, в такой сумасшедшей форме, еще и с ротацией, что, ну, никаких шансов, никаких шансов нет у наших соперников. Уткину я скажу, что его игрой я недоволен. Все, выходим на второй тайм. Ну, в принципе, Еркош молодец. Сейчас, я надеюсь, что он не сломается, не получит никакую травму. И минуте на 60-е я бы его с удовольствием заменил бы. Ну, хорошо бы он третий гол забил, тогда его можно будет сразу поменять, чтобы он не обижался о том, что мы хитрые кому не даем сделать. Вот. Диас проходит по флангу. Там Зинченко, скидка на Тиля. Тиль дальше. Назад играет на Бахтина. Уткин. Ну, распасовка идет шикарная. Еркош покатил, как здорово, но Шанбиев пробил в Лунева. Ну, либо в ближний бей, либо в дальний бей. Ну, не хватает, у Шанбиева опыта не хватает игры в нападении. Да, поэтому ему можно такое простить, да? Вот. Ну, когда нападающий, высококлассный, в такой ситуации оказывается и бьет не туда, я сразу начинаю возмущаться и говорит, что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты пытаешься сделать? Эньо идет вперед. Заброс на Еркоша. Ну, тут Мевля успевает. К своей чести, первый раз за игру отработал в обороне, да? Ну, по крайней мере, вот в сложной ситуации, да? В такую атаку прервал. Показал, что, в принципе, он на что-то еще способен. Но там, видимо, Еркош уже просто подустал со своей травмой. Средахмет удар. Ну, это примитивно. Так не пройдешь. Тем более, Мамману. Эммануэль заблокировал эту передачу. Ну, а здесь у Шанбиева сильный удар не получился. В итоге он просто попал в Лунева. Тиль бьет не точно. Ну, ладно, не будем рисковать мы Еркошей. Не будем рисковать. И выпустим Прокопа. Пусть Прокоп играет. Еркош свое дело сделал в этом матче. Играл здорово. И забил два мяча. Не случайно. Ну, как всегда, герой. Прокоп! Ди Браим Диас закатывает мяч в ворота. Прокоп зарабатывает голевую передачу. Браим отмечается забитым мячом. Ну, здесь уже уфимская машина, да. Уфимская машина неостановима. И эта серия вышла благодаря донатерам Твича. За что им спасибо большое. Вот. И я скажу так, что серии у нас выходят по определенному... По достижению определенных показателей, да. Как технико-тактические действия. Это лайки и просмотры. Ну, если, как говорится, нет желающих донатить, то можете это делать все по лайкам и просмотрам. 800 лайков или 600 лайков плюс 4 тысячи просмотров и выходит новая серия. Поэтому прямо сейчас вот не ленитесь, если вы смотрите. Поставьте палец вверх. От вас не убудет. Но мне приятно, да. И то, что вы на канал подписываетесь. И то, что вы комментируете, да, что-то. И то, что вы там, ну, скажем, очень неплохо так участвуете в жизни канала. Это приятно. И это приятно. И это то, что мне очень сильно нравится. На колокольчик нажимаете, не пропускаете новые серии. В группе состоите. Это все здорово. Так, ну а мы молодого Волкова выпускаем вместо Ильича. Потому что Ильич уже свое дело сделал. Он там с языком на плече уже бегает. А у соперников вышел Андрей Власов. Это воспитанник Уфы. Молодой футболист. Неплохо он вырос. Но в Зените он не основной игрок. Но тем не менее, выходить на замену в Зените, это тоже неплохо. И я, конечно, за Андрея очень рад. Но они предложили 2 миллиона за него в свое время. И за 2 миллиона мы с радостью продали Власова в Зенит. Ну и Власов хорошо себя показывает. Цалагов проходит, подает. Скидка на Паредеса. Ну, Паредес в своем репертуаре. Там запустил мяч для американского футбола. Куда-то в космос. Может быть, даже на Марс. Бахтин идет вперед. Пошел заброс. И здесь мяч приземляется уже где-то далеко. Где-то далеко приземляется. Оливье Тиль. Уткин. Ну, плохо здесь сыграно. Очень неумело, неуверенно. Бахтин. Зинченко. Волков. Уткин. Зинченко. Пошел заброс. И все. Звучит свисток. 4-0. Мы побеждаем. И здесь, как говорится, я доволен результатом и вашей игрой. Молодцы. Ну и мы запускаем такой новый интерактивчик с подачей HitMax. Это пресс-конференция подписчиков. Ну, задавайте вопросы только не по игре прошедшей, да, а что-то более объемное, да. Вот у нас Игорь Палкин из футбольного эксперта на диване спрашивает, что вы собираетесь делать с ужасной игрой? Где ужасная игра в обороне? Где она? Против PSG она была, конечно, ужасная. Потому что на уровне Лиги Чемпионов наши защитники, они не справляются. Но на уровне Чемпионата России мы играем неплохо. Вот. И сушить игру это не наша задача, да, не наша обязанность. И поэтому здесь не надо об этом говорить, да, и это самое, рассусоливать, да. ВП Джот спрашивает, где Волков? Где Волков? Я выпускаю Волкова по мере сил, чтоб ты знал. Он три матча сыграл в Чемпионате России, четырежды выходил на замену, три матча в основе. Уже один гол забил, процент передач 84, это хороший процент, да. И по возможности, по возможности он шанс получает. Поэтому говорить о том, что я там не доверяю Волкову. Волков, и при чем тут Пауревич? Че ты мне уфы Пауревич играет, понимаешь? Пауревич вообще практически не выходит уже. Он выходит только когда играть больше некому. И все, и Пауревичу 29 лет, я уже на него и не рассчитываю. Че ты мне про Пауревича говоришь? У меня основной опорный полузащитник это Ильич, чтоб ты понимал. А Ильич даст фору любому практически игроку, в том числе и Волкову. Потому что он отлично выполняет функции опорника, да. И в Лиге Чемпионов не позорится. Однажды даже игроком матча был признан. Пас, пас, чтоб ты сравнил, да. У Волкова 84, у этого 92. На 8% брака играет Ильич. На 8%. Это европейский уровень, чтоб ты понимал. Это Европа. Это не просто там, знаешь, вышел и почесаться там, вышел почесаться на этом, на поле. Тут такого нет, елки-палки. Вот, спрашивают про апдейт еще. Апдейт, я уже много раз говорил, еще раз говорю. Апдейт получают бесплатно только платные подписчики на Твиче. Чтоб вы понимали, да. Сабы. Если вы Саб, то вы можете мне написать личным сообщением ВКонтакте. Либо в группу личным сообщением, да. И мы там договоримся, я вам скину. Если вы не Саб, то тоже обращайтесь в группу. И, ну, там, знаешь как, донатеры тоже имеют право на то, чтобы этот апдейт получить. А так просто, ну, должны быть, скажем так, преимущества у тех, кто материально поддерживает канал. Ну, это, чтоб вы понимали. Это так работает все и в спорте, да. Потому что, ну, если бы это так не работало, то в Томи бы сейчас там играл бы Неймар, например. А че Неймар же не приедет в Турб просто так. Потому что ему хочется водку на розлив на Томском стадионе, чтобы вы знали, да, попробовать. Вот. Поэтому, поэтому, чтобы вы знали, ждите новые серии бубнов менеджера. Пишите свои, скажем, вопросы, да, в формате нашей пресс-конференции. Мы их обязательно рассмотрим уже в следующей серии. Всем большое спасибо за просмотр, удачи и пока.